Всем привет! Сегодня хотел бы рассказать о новинке от компании Каспед. Это модель Т3 Ультра, собственно Каспед Танк Т3 Ультра. Также есть модель М3 Ультра, она в прямоугольном корпусе, Т3 Ультра в круглом корпусе и есть модели просто М3 и Т3 без окончания Ультра. Это модели без GPS датчиков встроенных. Они дешевле 1000 на полторы 2. Для тех, кто не занимается спортом, к примеру, кому не нужен цифровой компас, тот может рассмотреть данную модель без GPS датчика. Так, ну а сегодня мы рассмотрим именно Т3 Ультра, танк Т3 Ультра от компании Каспед с GPS датчиком. У нас коробочка такая вот презентабельного вида. С торцов у нас указаны какие-то особенности данных часов. Ну, здесь, как я уже говорил, цифровой корпус, цифровой компас, влагозащита, несколько стандартов армейской есть. Есть, ну что, здесь очень много на самом деле описаний до 5 атмосфер, Wi-Fi, Wi-Fi, Bluetooth, звонки, ну и многое другое. Оставляются они в такой коробочке, как я уже говорил. С обратной стороны есть информация о производителе, QR-код для загрузки мобильного приложения, краткие технические характеристики, о которых сейчас я вам расскажу. Также есть стикеры, указывающие на то, что коробка вскрывалась, либо нет. Так, по характеристикам, прям вообще кратенько здесь указано. Во-первых, чип, который здесь установлен 3085L, это Bluetooth чип. Есть датчик шагов, экран 1,43 дюйма, AMOLED при 466 на 466 точек. Но здесь увеличенное количество, уменьшено, то есть наоборот, расстояние между пикселями. Здесь экранчик, как мне показалось, лучше, чем модели M3, Tank M3 Ultra. Он более качественный, более контрастный и пиксели почти незаметны. При этом здесь аккумулятор на 470 мА, в M3 480. Но по времени работы почти не отличается то же самое. В комплекте нам производитель предлагает еще вот защитное стекло такое с комплектом для установки. Также есть инструкция на английском языке. Здесь довольно подробно все расписано. Она с двух сторон. Очень такая объемная. Лично мне потребовался QR-код для загрузки мобильного приложения. Кому-то, может быть, потребуется инструкция по установке. Так, станция для зарядки. Она магнитная, но она контактная. Есть два контакта и проводок примерно сантиметров пятьдесят. Зарядка идет порядка двух часов до полного заряда. Ток тут 0,5 А всего. В комплекте идут два резиновых ремешка. Это размер 22 мм. Стандартный размер посадочный. Ремешок, конечно, такой объемный. Чисто мужской вариант. Две петельки. Металлическая пряжка с язычком. Довольно большое количество отверстий. Ремешок резиновый. Кому-то может показаться, что он не дышащий. Ну, в дальнейшем можно будет заменить на любой тканевый и металлический. Кому как уже понравится. Так, ну что, по самим часам. Металлический корпус. Полностью металлический корпус. Экран сам слегка утоплен в корпус. Чтобы была дополнительная защита экрана. Хотя можно опять же поставить стекло. И она вот почти уже именно в пятирочку. Есть небольшая пластиковая вставочка. Оранжевенькая такая. Сам корпус довольно объемный. Порядка 14,5 миллиметров. Вес тоже где-то 80 с чем-то. 81 грамм что ли. Я уже точно не помню. Снизу несколько датчиков. Подсвечиваются зеленым и красным цветом. Есть контакты для заряда. Быстросъемные ремешки. Есть отверстия под установку динамика и микрофона. Ну, в смысле, они там уже установлены. Можно разговаривать по ним как по смартфону. При подключении, конечно, к смартфону. Так, что мне понравилось в этих часах. То, что, во-первых, есть фишка такая, что интерактивные экраны. Сам экран показывает время и какие-то другие действия, данные, снимаемые с датчиков. Но фишка в том, что, к примеру, есть здесь на экране показан конвертик. Если на него нажать, то у нас покажутся уведомления. Если нажать на телефон, то у нас появится возможность телефонных разговоров. Ну, собственно, здесь журнал вызова, клавиатура, адресная книга. Можно это выбрать и в SOS. Под управление отведены четыре кнопки. Они подписаны. Select, Back, Up, Down. Все это есть. Как бы они дублируют действие, которое можно сделать на сенсорном экране. Но в какой-то момент ими можно, к примеру, задать необходимое действие. На нижнюю правую клавишу можно дополнительно выбрать выполняемое действие. Потому что если мы сейчас на нее нажмем, он нам предложит выбрать действие. И из возможных вариантов уже можно, как видите, вариантов очень много. Так, ну, по выполняемым действиям. Верхняя правая кнопка у нас выбор действия. Также это переход в меню. При длительном удержании у нас вот возможность выключить, перезагрузить, либо выбрать кнопочку SOS на тот номер, на который будет звонок, в случае экстренной ситуации. Ну, и в меню это будет кнопка подтверждения, кнопочка ОК. Можно так по-русски сказать. Так, нижнее правое я уже говорил. Это выбрать действие, которое можно задать на нее. А кнопочки с левой стороны, это выпадающее меню сверху. Ну, то же самое, если мы сейчас так сделаем. И нижняя клавиша, это у нас кнопочка. То же самое действие по появлению меню по свайпу снизу вверх. По управлению сенсорного экрана, это... Ну, давайте сначала покажем экранчики, которые у нас здесь есть. Их 7 штук. Можно через мобильное приложение их до загрузить. Довольно много. Есть сразу же интересные варианты. Есть классика, есть цифровые, есть какие-то футуристические варианты. Даже вот такие детские. Выбор на самом деле очень большой. Разные расцветки. Также есть фирменные, черно-оранжевые. Можно создать свой через мобильное приложение. Так, свайп сверху вниз у нас открывает быстрое меню. Оно редактируемое. Здесь яркость экрана. Блокировка от входящих вызовов. Включение энергорежима. Возможность установки, как я уже говорил, энергохранения. И переход в более углубленные настройки. Можно посмотреть об устройстве информации. QR-код приложения. Распознавание тренировок. Очень удобная функция. Как видите, здесь сразу же идет пояснение к ней. Распознавание тренировок при движении, при ходьбе, при беге. Часы автоматически будут определять данное действие. И предлагать вам запустить эту тренировку. Ну и есть режим не беспокоить. Устанавливаем его в случае, чтобы нам не приходили уведомления. Чтобы нам не были звонки, не поступали. Установка пароля. Дата и время. Часы можно, по идее, использовать без подключения к смартфону. Задать вручную дату и время. Тема отображения менюшек. Это соты, турбулентность, список, гао, вихрь и водопад. Обычно бывает три. Здесь разработчик постарался. Звуки, вибрация. Дисплей и яркость. Как видите, довольно широкий выбор. Смена цифербраута при поднятии руки. Включение экрана при касании пальцем. Ну и также активация экрана при поднятии руки. Есть экран на время. Можно задать до минуты. И яркость. Выбор языка. Сменить дисплей. И можно по различным вариантам использования датчиков. Так, свайп слева направо, как я уже говорил, открывает уведомления. Их можно почитать, удалить, открыть больше строчек для чтения. Свайп снизу вверх. Откроют у нас дневные задания, выполненные. Можно перейти в больше деталей. Здесь уже будет подчасовка. Все это будет представлено. Можно управлять музыкой на смартфоне. Через встроенный плеер. Пульс. Опять же сюда можно зайти, посмотреть, запустить. Кислород в крови. Уровень стресса. Погода. Довольно расширенно показывается. И на несколько дней подхватывает. Так, будильники. Можно задать свой будильник прямо с часов без обращения к смартфону. Кнопочка сон. Журнал тренировок. Это очень прикольная вещь. Тренировки запускаются у нас как со смартфона, так и с часов. Но фишка в том, что здесь есть встроенный GPS. Когда мы запускаем прямо со смартфона, у нас строится трек. Меньше разряжается смартфон, опять же. Но при построении этих графиков нужно выбирать именно те режимы. Спортивные режимы, которые поддерживают GPS. Ну и внутри можно у нас будет посмотреть. Время занятия, расстояние, потраченные калории, средняя скорость. Ну и тут различные другие данные. И, собственно, вот трек строится. В смартфоне более подробная бот-версия. Там вот притяжка уже к карте. Здесь, ну и вот, собственно, кнопочка «Посмотреть информацию на смартфоне». Женское здоровье, барометр высоты. Секундомер, таймеры от 1, 2, 3, 5, 10 минут. И можно эту менюшку, опять же, редактировать. Указывать последовательность, либо исключить какие-то данные. Так, по спортивным мероприятиям, по спортивным режимам. Ну, да, еще забыл сказать, что по верхней правой кнопочке у нас откроются менюшки. Это не настройки, это именно меню, которое можно выбрать те предустановленные программы, которые есть в данных часах. Кнопочка «Вызов», «Повседневная активность», «Тренировка». Частично это все дублируется. Опять же, пульс, сон, уровень кислорода в крови, стресс, музыка, голосовой помощник, компас, барометр высоты, дыхательные упражнения, уведомления, секундомер, будильник. Найти телефон, женское здоровье. И вот как раз вот сам внизу переход в настройки. Мы их уже смотрели. Так, но я хотел показать по спортивным режимам. Так, вот есть тренировка. Заходим. Бег на улице, он будет поддерживать GPS. А есть ходьба на улице, тоже будет поддерживать. Ходьба в помещении, уже GPS не будет подключаться. Видите, идет поиск GPS. Но сейчас помещение, скорее всего, это не сработает. Если запустить ходьба в помещении, то он будет просто предлагать уже запустить спортивный режим без поиска GPS. То же самое для других спортивных каких-то режимов. Велосипед вне помещения и велосипед в помещении. В одном случае будет GPS, в другом нет. Ну, собственно, от этими отличается. По энергопотреблению при включенном GPS, это порядка полутора суток, могут часы проработать. Вполне хороший результат. В режиме ожидания, в обычном нормальном режиме до 50 дней. Ну, если, собственно, активно пользоваться различные функции, спортивные, запускать. В зависимости, сколько будет экран работать, какие-то другие Bluetooth подключения. То часы в среднем 15-20 дней могут спокойно проработать. Ну, вот, собственно, все, что я хотел рассказать про Каспет Танк Т3 Ультра. Продолжение следует... Спасибо.